Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Ольги Муравьёва. Смотрите сегодня в эфире. Два события в микрорайоне Радужном. Первые итоги визита губернатора края в Уссуриск. Снос незаконных конструкций. На улице Ермакова убрали металлические гаражи. Денежный приз за вакцинацию. Состоялся первый всероссийский розыгрыш. Доска памяти на гостиничном комплексе увековечили имя основателя. Кинопоказ под открытым небом. В эту пятницу спешите в городской музей. Велосипед в подарок. Призы получили участники конкурса рисунков. Годовалая девочка утонула в Уссуриске. Трагедия случилась в одной из городских квартир. Подробнее о происшествии нам рассказали в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, 5 сентября 2021 года подозреваемая купала свою малолетнюю дочь в наполненной водой в ванной. В какой-то момент женщина оставила дочь в ванной и удалилась на балкон квартиры. Ребенок в силу своего возраста не смог принять меры к самосохранению и утонул. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Евгений и Юлия Сапкаловы с волнением ждут момента. Сегодня семье вручают ключи от двухкомнатной квартиры. В торжественной обстановке с новосельем пару поздравили губернатор края Олег Кожемяка и глава округа Евгений Корж. Глава семейства Сапкаловых, слесарь аварийно-восстановительных работ водоканала, теперь счастливый обладатель ключей от новой квартиры. И таких, как Евгений, сегодня 10. Они первыми в Приморье стали участниками программы арендного жилья. Снять помещение в Радужном оказалось в два раза дешевле, чем в городе. Например, проживание в однушке за месяц выйдет около 5000 рублей, плюс коммунальные услуги. Отметим, в микрорайоне газовое отопление, что гораздо сокращает расходы. Если будет где жить, то и люди потянутся, как говорится. Это выгодное условие, на самом деле, для людей, для молодых семей, что есть возможность приехать на Дальний Восток, работать на госпредприятии и получить здесь жилье с дальнейшим выкупом. Ну, то есть, я думаю, что это достойно. Достойно. Сегодня готовы к заселению два трехэтажных дома, а это 114 квартир. И еще столько же в процессе строительства. Программа коммерческого найма рассчитана на работников бюджетной сферы и силовых структур. То есть, для врачей, учителей, сотрудников полиции, МЧС и различных муниципальных организаций. Поэтому такая программа сейчас будет идти по всему краю. Мы еще сдаем в Владивостоке арендное жилье в этом году. Ну, и в следующий год это также будет и Уссурийска, также будет непосредственно Большой Камень, Находка, сдаваться жилье. Сейчас потребность в арендном жилье есть практически в каждом муниципальном образовании. В четырех новых домах сотрудники здравоохранения получили 24 квартиры. Столько же работники образования. 7 квартир отвели молодым специалистам, 9 силовикам, 5 выделено для тех, кто тренирует спортсменов. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Также губернатор побывал на открытии детского сада в микрорайоне Радужном. Глава региона пообщался с жителями и оценил готовность учреждения принять первых воспитанников. Подробности далее. Двери нового детского сада открыты. На праздник в микрорайон Радужный приехали глава региона и Уссурийского округа, чтобы поздравить с важным событием сотрудников нового дошкольного учреждения. А первые воспитанники садика порадовали всех стихами. А это дети стоят здесь кругом, которые ждали сказочный дом, которые будут здесь веселиться, дети играть, танцевать и развиться, которые дружно все говорят. Спасибо, спасибо, за наш детский сад! Очень ждали этого события и сын, и я, и вообще наш весь район большой, дружный, радужный. Много деток с нашего района пойдет в данный садик. Строительство длилось меньше двух лет. Садик рассчитан на 220 детей, в том числе и самых маленьких, от двух до трех лет. На территории обустроена современная площадка. Здание оборудовано лифтом для маломобильных граждан. Радугу возводили по национальному проекту «Демография». Сам по себе микрорайон позволяет, прежде всего, видеть и безопасность детей, но и их гармоничное развитие, и физическое, и нравственное, которое будут давать им воспитатели в течение всего дневного пребывания здесь, в этом садике. Сейчас садик наполнен чуть больше, чем на треть, и ждет еще 130 дошколят. Чтобы получить направление в «Радугу», надо обратиться в управление образования на Некрасово-66 в кабинет 512. Приемные дни – понедельник-пятница с 14 до 17.30. Узнать подробную информацию можно по телефону 3256-46 и 3213-54. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Незаконно установленные гаражи на Ермакова-57 убрали. На одном из выездных совещаний глава округа поручил перенести контейнерную площадку во дворе дома подальше от места, где проводят время дети. Этому мешали металлические конструкции. Тему продолжит Анастасия Михайлова. Железная конструкция отправляется на арест площадку. Необходимость избавиться от гаражей на Ермакова-57 возникла этим летом, когда на улице появился новый спортивный комплекс. Место для развития детей и взрослых расположено слишком близко к мусорной площадке. Глава округа во время своего выездного совещания дал поручение перенести место для сбора мусора подальше. Но этому помешали металлические контейнеры, которые были установлены жителями самовольно. В итоге гаражи начали вывозить силами администрации по всем нормам закона. Мы в соответствии с решением дома провели всю процедуру. И сегодня приступили при помощи подрядной организации к демонтажу данных объектов. Они будут вывезены на арест площадку, которая принадлежит администрации Сурисского городского округа, на улицу резервную. Старый добрый гараж. За этими воротами можно найти все – от гайки до банок с консервацией. А что делать, если постройка бесхозная и давно стала пристанищем для бомжей или местом свалки? Администрация округа ежегодно избавляется от подобных объектов. Моя задача – это охрана общественного порядка на данном участке, а не допущение со стороны граждан препятствий, которые сейчас производятся законными действиями администрации Сурисского городского округа. В результате один гараж отправился на арест площадку. Еще у двух нашли собственники и пообещали до конца дня вывести строение самостоятельно. Отметим, что за полгода в округе уже демонтировано 37 объектов, которые были установлены незаконно. Еще 59 в плане до декабря. Анастасия Михайлова, Роман Адонин, Телемикс. 100 тысяч за вакцинацию победителей первого розыгрыша денежных призов среди привитых от ковида определили по всей стране. Номера 500 счастливчиков можно узнать на сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о выигрыше также есть и в личном кабинете на госуслугах. Чтобы получить приз, необходимо предоставить данные банковской карты «Мир». Средства поступят на нее в течение 6 месяцев с даты розыгрыша. Отметим, что второй тираж лотереи пройдет 14 октября, где определяют еще полтысячи счастливчиков. Отметим, что в Приморье запущена своя лотерея, специально для привитых жителей края. Разыгрывают сертификаты на покупку машин и квартир. Чтобы стать участником, нужно было пройти все этапы иммунизации до 15 сентября и зарегистрироваться на региональном портале госуслуг. Лотерея пройдет 25 сентября в прямом эфире канала ОТВ. Вы смотрите «Вечерние новости». Вернемся сразу после короткой рекламы. Далее смотрите в эфире. Доска памяти на гостиничном комплексе увековечили имя основателя. Кинопоказ под открытым небом. В эту пятницу спешите в городской музей. Велосипед в подарок. Призы получили участники конкурса рисунков. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. В память о бизнесмене портрет Юрия Смирнова теперь можно увидеть на фасаде здания гостиничного комплекса «Оазис». Много лет назад уссуриец был основателем этого заведения и еще нескольких знаковых для города предприятий. Подробнее о событии смотрите в следующем сюжете. Память о Юрии Смирнове теперь материальна. Мемориальную доску в честь уссурийца установили на здании гостиничного комплекса «Оазис», который появился в городе с легкой руки Юрия Михайловича. Грамотный бизнесмен, депутат тем и запомнился, что из года в год помогал уссурийску становиться лучше. 16 сентября предпринимателю исполнилось бы 73 года. Создавал предприятие, открывал первый сам и китайский рынок, и авторынок. Занимался свою деятельность, начал с уссурийского трансагентства, которое, в общем-то, подняло это предприятие до рентабельного. Я, конечно, очень благодарна людям за то, что они откликнулись и инициативу проявили. Среди гостей не только семья бизнесмена. Здесь и общественники округа, и коллеги Юрия Смирнова, которые работали под его началом в трансагентстве, а потом и в других предприятиях. С головой, уйдя в дела, предприниматель не забывал помогать людям. Вот один из примеров. Танцевальный коллектив имени Вайнулы, руководила Вайнула. Он очень поддерживал этот коллектив. Коллектив был известен не только на весь Приморский край. И ещё я могу много привести примеров. Юрия Смирнова не стало в декабре прошлого года. Но дело его живёт. Гостиничный комплекс «Оазис» до сих пор с комфортом принимает гостей. А в памяти горожан, бизнесмен, политик и общественный деятель навсегда останется настоящим уссурийцем. Виктория Калинина, Анна Клыга, Игорь Антонов. Телемикс. Уссурийцев приглашают вспомнить классику советского кино. Фильм «Верные друзья» покажут на большом экране. Просмотр культовых картин под открытым небом уже стал традицией этим летом. На улице похолодало, но зрители продолжают приходить в музей за новой порцией впечатлений. 17 сентября в 20.30 всех желающих ждут на вечернике на показ. На экране будет фильм «Верные друзья». Комедия с нотками мелодрамы. Согреет зрителей горячим чаем из самовара. Запаситесь хорошим настроением и тёплой одеждой. И приходите на территорию городского музея по адресу Краснознамённая, 80. Уссуриск в рисунках. Компания «Телемикс» и благотворительный фонд «Сердцем едины». Провели конкурс среди юных художников. Участники – мальчишки и девчонки из многодетных семей. Чья работа жюри признала лучшей, расскажем далее. Самый зелёный, яркий, удобный, любимый – это всё про Уссуриск. Свою любовь к городу детвора выразила в рисунках. А сотрудники компании «Телемикс» отобрали лучшие работы. Идея конкурса родилась спонтанно. Юбилейный, 155-й, не обошли стороной. Мы решили на День города тоже провести конкурс и провели его совместно с благотворительным фондом «Сердцем едины». Потому что нам показалось, что подопечные благотворительных фондов могли бы как раз стать в первую очередь адресатами и получателями тех подарков, которые мы совместно подготовили. Вот этот зелёный красавец – главный из призов. Также в наличии самокат, скейт, детская палатка, сертификаты в развлекательный центр и билеты в кино. А вот и лучшие авторы. Кстати, самая маленькая всего 4 года. Самая маленькая, Мирослава, я у неё спросила, почему ты именно такой рисунок нарисовала? Она сказала, что каждое утро, очень часто из окна я наблюдаю, как над городом Уссурийском взлетают воздушные шары. И вот это вот воздушные шары и салют – это вот её понимание в 4 года о городе Уссурийске. Любимые места – многоэтажные дома, парк «Зелёный остров» и стела на въезде в Уссурийск. Именно это изображение без единого спора определили лучшим. А главный приз уходит к Моисеенко Ярославе, которая здесь же разместила Уссурийского тигра. Я хотела изобразить самый актуальный город, что надо беречь зверей, потому что уже многие звери, многие растения записаны в Красную книгу, а некоторых животных, к сожалению, уже нет, потому что вымерли. Я решила нарисовать колесо обозрения, так как на Зелёном острове уже многие аттракционы сломались, чтобы в нашем городе парк «Зелёный остров» восстановили. Легко было найти детишек, которые будут участвовать, потому что все дети очень активные, и всегда радуются каким-то конкурсом. Вот, то есть подкинули идею, и то есть откликнулось очень много детей, поэтому результаты как бы очень понравились, хорошие все рисунки, то есть понравились. Детворе пришлись по душе призы. Остались довольны и сотрудники нашей компании. Ведь дарить улыбки и делать добрые дела приятно каждому. Ольга Муравьёва, Алексей Шаповалов, Телемикс. На этом наш выпуск завершён. Впереди вас ждут ещё спортивный блок новостей. А я напомню, что все материалы моих коллег вы можете увидеть на сайте телемикс.тв или в профиле нашего инстаграм-аккаунта. В студии работала Ольга Муравьёва. Приятного вечера и до скорых встреч в эфире. А в 21.00 смотрите художественный фильм «Птицелов». Одна сбежала, еврейская девочка. Что ты тут делаешь, парень? Ты тут. Веди себя тихо и будешь в безопасности. Где ты его нашёл? Он нас нашёл. Как тебя зовут? Ола. Сейчас, я покажу. Ух ты, да! Я нашёл того, на кого могу положиться. Еврейская девочка выдаёт себя за мальчика на оккупированной нацистами ферме. Военная драма «Птицелов». Смотрите 16 сентября в 21.00 на канале Телемикс. Завершение сезона пляжного волейбола совпало с праздником. Отметить 155-летие Уссурийска собралось много участников. 14 пар вышли на песчаные площадки городского стадиона. Соревнования решили провести в непривычном формате. В этот раз было особое требование к формированию команды. Проводим мы мероприятия немножко не в стандартном формате. То есть мы проводим в категории «Микс». То есть это смешанные пары – мужчина-женщина. Ну, погодные условия нас не пугают. Как видите, пришло большое количество людей. Поэтому будем получать удовольствие. Были те, кто не первый раз выступал в паре. Такие составы показывали слаженную игру и минимум претензий друг к другу на площадке. А вот среди начинающих дуэтов нередко были слышны крики, но не ругани, а общение между собой. Ведь если предупредить товарища по команде о своем действии, есть шанс заработать балл. Каждая игра им прибавляет между собой. Они уже не то что с разговоров, они уже просто со взгляда друг друга понимают. Когда они играют с девчонками, то это уже немножечко по-другому. Здесь надо, особенно если они первый раз друг с другом играют, и между собой надо разговаривать. А у девочек, так как девочки эмоциональные, все-таки игра получается эмоционально насыщенней. Свои коррективы внесла и погода. День турнира выдался особенно осенним. Холодный ветер не давал спуску парам. И часто даже после точной подачи мяч менял траекторию полета. Порывы воздушных масс отправляли круглый снаряд по своему усмотрению. Ветер, конечно, мешает. Мяч в сторону. Приходится из-за этого как-то корректировать свою игру. Игра все равно какой-то интерес появляется. У более слабых команд есть шансы выиграть за счет ветра, какой-то удачи. Пляжный волейбол по времени длился недолго. Если погода позволяет, то пары волейболистов переходят на песок в мае. А в сентябре сезон уже сворачивают. Становится неудобно играть с наступлением холодов. Этот сезон удачно завершился для Елены Король и Олега Дырдина. Пара в сезоне поднималась на пьедестал, но не могла достичь вершины. Но в этот раз удача повернулась к ним лицом. Елена и Олег заняли золото на заключительном турнире по пляжному волейболу в этом году.